ну что вот и настал тут день x ради которого мы здесь собрались михаил барака константин вон там позади в темноте нас гора время 12 ночи и сейчас мы пойдем ее штурмовать вулкан киба мы надеемся тебя покорить погнали два часа ночи высота 5000 метров подходит немножко оторвался вперед очень красиво мы над облаками здесь к сожалению не видно достаточно много туристических групп большая часть ушла вперед уже ведь он то фонарик светится тоже стоят отдыхают будет посерединке никуда не торопимся главное поле-поле чтобы все участнику подошли поташнивать в принципе состоянии выпили витаминки рыбий жир побольше сахара часть с сахаром больше поели поспали сегодня проснулся вечером уже нормальном состоянии сейчас уже подойдем точки до этого предошел пытался снимать фотографии ну мало что где-то получилось ну мало что где-то получилось получилось вот это там убивает на заднем плане несколько чтобы кора принципуальному не был сзади меня кратер как раз кратер в в в в в а а в а в в в в в в в акции в и в 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 снимать выстроилась очередь чтобы сфотографироваться со стеллой это еще морана прибыли на самом деле скоро куча народу сюда придет еще на фотосессии что я чувствую творение глубокое удовлетворение что сделал это что посмотрели весь маршрут что с полным правом имеем полное право продавать килиманджаро нашим туристам потому что делали знаем как говорится сами все смотрели знаем все моменты что одеть какой маршрут какой интересней попроще вот такая табличка здесь на вершине килиманджаро показывающая рассказывающая история открытие этой горы вот и сам пик ухуру время 7 утра отфотались сделали фотосессия на пике ухуру следующая группа уже идет несмотря на коронавирус народу много представляете сколько здесь было до всей этой штуки нездоровый туристов уже много групп от фотографировалась фотографировались и мы народ подходит и это еще там растянулась и поверьте мне много-много-много мы одни из самых первых были ну что чуть-чуть отдохнули на спуск сегодня у нас все длинная дорога этот день 5 я очень счастлив что мне это удалось нашей команде это удалось теперь мы можем рассказать все про килиманджаро передо мной лагерь косово последний лагерь по маршруту ландероси мы остановились сейчас покажу где вот здесь лагерь караффу там больше места туалетов много ветра нету тут как каждый сам выбирает от косово ближе дойти до пика ухуру но предпочитает все останавливаются обычно все таки лагеря караффу между ними не знаю сколько километров 2 всего лишь и вот эта горочка которых разделяет она как раз и позволяет во первых чуть лучше акклиматизацию пройти во вторых все-таки сглаживает расстояние полтора часа что в горку не ковыряться не лезть вы можете уже начать свое восхождение с этого лагеря косово ну что залезли на пику делаем фото торопиться некуда аккуратненько сейчас чем ниже будем спускаться тем лучше будет самочувствие потому что головка чуть-чуть чуть-чуть даже подташнивает но тем не менее терпимо не могу сказать что совсем все плохо но конечно последствия горной болезни даже непосредственно горная болезнь ощущается сейчас я бросил пить таблетки диакарда вчера что-то я решил не пить потому что вчера не очень хорошо себя чувствовал решил выспаться думаю ну и нафиг эти таблетки прямое существо на месте но так руки не дошли вот такой снег килиманджаро когда мы забирались на килиманджаро я не успел снять видео было холодно горняшка мучила здесь 5 350 высота но решил вам показать вот на такой высоте вот снежочек чистейший бодрит охлаждает сейчас уже нормально потому что уже солнышко выглянул и хочется прохлады но наверху там ребят там холодно а почему меня чупа-чупс в руке никто себя не задал вопрос обязательно берите на восхождение какие-то мелкие арея снеки до орешки чипсики и обязательно сладкая конфеты какие-то вот я сейчас спускаюсь вроде уже все успех залез на гору покорил но горняшка все равно мучает принял таблеточку от головы все-таки решил пол таблеточки еще допить курс выпаде диакарп или как он там от высотки ну и все равно сладенького кушаю потому что быстро поступает в кровь глюкозка сахарочек и помогает двигаться не скиснуть потому что последний день он самый сложный будьте уверены что у вас вот обязательно лежит в кармане даже не в рюкзаке рюкзак может нести гид в кармашке лежит там пару-тройку чупа-чупс или конфеток очень помогает и выручает и бутылочка также обязательно вода и чупа-чупс это самое важное то ли конфетки на восхождение помимо всего прочего день 5 спускаемся с горы килиманджаро мы ее покорили решил вам показать вот такую штуку эти штуки я шел смотрю что за бумажные пакетики непонятно то ли салфетки то ли прокладки то ли что а это оказывается присмотрелся это hot hands это химия да то есть вот такой пакетик он греет засовывается в рукавички или ботинки чтобы ноги не мерзли но они разные формы есть есть как под пяточку но это уже использованный но даже все равно я трогаю он горячий то есть химический процесс до сих пор происходит все здорово все здорово правда но только вот туристы забывают эти пакетики на собой поднимать ночью бросили не видно одним идешь спускайся и вот периодически встречаются такие бумажки я пожалуй заберу с горы гора должно быть чистой и ничто не должно отвлекать вас от единения с природой спускаемся дальше смотрите какое на лицо в камне природа создала она как будто предупреждает не лезьте на это килиманджаро опасно там холодно накройте горняшкой голова болеть будет тошнить да и вообще что те там что ты там забыл ледник до камня но нет каждый день люди всех стран мира лезут туда чтобы увидеть вершину априке и мы залезли устали не послушаем предупреждение лица и правильно сделали получили кучу классных эмоций ну что поздравьте нас мы покорили гору килиманджаро было тяжело смотрите как мы выглядел миша обгорел в бараках кое-как но дошел я тоже с горняшкой очень тяжело было но мы сделали это мы находимся в лагере барапу на высоте 4 600 и сейчас пойдем на высоту 3 700 в лагерь миллениум или хайкам по-другому он что называется чтобы поспать уже с нормальным количеством кислорода потому что но здесь спать тяжеловать голова болит да то есть тошнота поэтому сейчас время около четырех часов на табличке написано что два часа до лагеря но я думаю все три будут но неважно ночи доберемся главное подальше подальше к кислороду вершину покорили ну что поконим день 5 спускаемся по маршруту века в лагере миллениум 6 G аль Слава не знали чего это такое мы не знаем что это такое если мы знали что это такое мы не знаем что это такое В основном деле это настилки. Да, они металлические. Не так, потому что раз мы вам показывали. Посмотрите, это такие настилки. Настилки-тележка. Но здесь должно быть колесо, и оно на другой стороне, как тревернка, вот видите, венка. Из-за того была такая, чтобы пускать двух человек на колесе. Вот видите, а это уже рабочая тележка. Вот таким образом она работает. Можется турист или портер, который повредился, с двух сторон берут люди руками за ручки и спускают. Это маршруты вверх, только для спуска. Поэтому здесь много таких настройств. Ну, потому что его для подъема не используют. И если, допустим, вы где-то на подъеме повредились, то вас будут спускать, если нет возможности, по этому маршруту. Или силы у вас кончились на одном из маршрутов, или повредились. Или горняжка вконец застала. Вот такой вот транспорт. Вот видите, рабочий вариант. Вот еще один вид населок. Если те были брезентовые, то эти металлические. Удобные, чтобы, если какая-то травма позвоночника, чтобы позвоночник оставался в надвиженном состоянии. Потому что брезентовые населы при ней мягкие, без каркаса. Маршрут в века. Видите, он идет постоянно вниз по хребту. Даже практически без каких-либо подъемов. Приятно спускаться. Ветерком прохладным обдает. Главное, чтобы на вас было что-то такое. Ветер непродуваемое, чтобы не продуло. Идешь по хребту. Вот еще один соседний хребет. Также, видите, рельеф какой. Ровненько, ровненько, ровненько спускаемся. На нас день 5 с вами. Спускаемся в Хайкемп или Миллениум Кэмп. Вечереет день 5 нашего маршрута. Сегодня утром мы по Карелии Килиманджаро. Маршрут у нас в Ландоросе. Ну а спускаемся мы по другому маршруту. Маршрут он века. Это уже до этого были одни камни. Тут вот земелька появилась, растительность. Сейчас посмотрим, на какой высоте находится Кэмп. Кит сказал, что 3 700. А спустились мы с лагеря в Барафу, которая на высоте 4 600. То есть почти на 1000, на 900 метров. Но сейчас убедимся, правда это или нет. Конечно же, лучше ночевать пониже, чтобы избавиться от горной болезни. Передо мной Хайкемп или Миллениум Кэмп. Это день 5 нашего маршрута. Пока мы отжили в Машинг-Ландоросе. Очень зеленый камп. Спрятан среди зеленых кустарников. Мне это нравится. Значит, не будет холодно так. И не будет так много пыли. Ну что, правильно я сомневался? Слишком уж маленький или большой перепад по высоте. Квыл бы. На самом деле 3,950, не 3. Я сам сказал, как вам сказал. Но все равно мы спустились. Здесь хорошо, деревья. Дышится легко. А пыли столько нет. Вот. Приятно. Солнышко заходит. Это у нас с вами Хайкемп или Миллениум. Как он еще называет? Хижин Рейнджеров. А вот Килимонжара. Простицерами снегами. У вас не складывается ощущение, что дом криво стоит? Видите, какой оптический обман. За счет дерева кривого и за счет склона горы. Я бросил взгляд. Мне кажется, дом очень криво стоит. Прямо закривили как минимум на 5-7 градусов. Но сомневаюсь, что закривили. Это у нас наш кемп. Хайкемп на сегодня. Туристы спустились с горы. Кто сегодня ее штурмовал. Достаточно много палаток. В кемпе очень приятно. Пахнет едой. Готовят. Что-то варят на костре. На костре, на газон, на костре запрещено варить. Но все равно чем-то уже напоминает нашу российскую базу. Во-первых, дышится уже легко. Нос не раздражается пылью. Деревья. Пойдем смотреть, что нам там приготовили.